всем привет у нас сегодня очередная встреча про нет не про питание про сети в линус тем про которую меня очень сильно просили рассказать я даже отменил всевозможные рассказы про шифрование все вот это тем более что прошифрование у нас немножко кажется было в прошлом семестре и вообще и надо сказать что рассказ про шифрование и вот это вот все действительно стал чуть менее актуален потому что обычно с ним совмещалась совмещался разговор про штуку которая называется который называется api security api sec вот но мы про нее разговаривать не будем я про нее расскажу буквально в течение трех минут или даже двух на самом деле из всего стек протоколов которые мы с вами уже проходили мы собственно рассматривали стек и даже иногда подглядывали во всякие меж протокольные межуровневые протоколы типа arp адрес резолюшн протокол вот но мы намеренно обходили стороной ситуацию туннелирования ситуацию когда у нас некий поток данных на одном из уровней используется для того чтобы служить носителем в общем произвольного сетевого трафика то есть грубо говоря когда у нас между двумя конкретными абонентами нашей нашей сети есть хоть какая-то связь и эту хоть какую-то связь мы используем для организации ну грубо говоря полноценного тсипи и внутри этой хоть какой-то связи внутри этого туннель понятное дело что такое определение более узкое чем то не или туннелирование вообще вот в данном случае мне бы просто мне просто хотелось мне просто хотелось как сказать немножко понагляднее описать чего мы собственно собираемся что может вот туннель то и так от туннеля мы в идеале ждем что мы в какую-то возможность передавать данные задействуем для того чтобы сделать прямо интернет вот туннель может понадобиться в первую очередь конечно для защиты контента если у вас там пароли ходят данные какие какая-то значит важная информация эту важную информацию можно защитить на уровне прикладного протокола например хтпс по которому мы все ходим на наши сайты он конечно же защищенный и все что творится между нашими между клиентом и сервером до тех пор пока мне никто не подглядит смысле активно не расшифрует не подглядит все что творится между клиентом и сервером в общем не вид да так вот значит можно на уровне прикладного можно воспользоваться пресловутом айпи security и особенно в том виде в котором он устроит протоколе айпи выше есть он пришел оттуда и там он более родной вот какие в этом проблемы ну очень бегло я расскажу в самом конце и можно наконец воспользоваться каким-то аппаратным шифровальщиком который будет вот превращать ваш трафик в кашу эту кашу передавать вот на самом деле как показала практика последних десятилетий очень много задач оказались достаточно надуманные но зато некоторые другие задачи связаны с безопасностью оказались совершенно не ранее не неразведанной но проект мы сегодня говорить не будем это как раз то чем я пожертвовал ради ради рассказа про туннель и частные силы вторая задача тоже очень важная это защита от пассивного анализа то есть от анализа собственно трафика окей контент мы защитили внутри на прикладного уровня у нас идет защищенный трафик но между тем мы оставляем открытой информацию о пакетах размере пакетов а например даже о протоколах которые мы используем ну короче говоря по паттерну по шаблону тому того как у вас устроен трафик не заглядывая внутрь можно сделать очень много разных интересных выводов например вывод об инфраструктуре той сети из которой человек заходит в туннель или значит смысле работает с интернетом или например к которым присоединяется там работает значит вот это все можно запихать в туннель и любой любой подглядыватель в туннеле увидят только какую-то значит непонятную непонятный трафик значит вот туннельного вида вот и туннели являются одной из одним из вариантов ситуации когда вам нужно топологически и административно поменять ваше представление о сетях то есть вот у вас есть в качестве носителя весь интернет но этот носитель вас не удовлетворяет вы хотите создать ну ну не знаю там частную сеть да такую сеть который один эмонент сидит в одном месте другой в другом третьих третьем вот и совершенно эти места друг с другом топологически не связаны а допустим у них общее сетевое пространство в которых какой-то сервер защищенный от внешнего мира и так далее до частности можно даже вообще пойти дальше устроить прогресс поговорить про вернее вспомнить про программно определяемые сети так называемый software define network вот но это еще более сложная тема достаточно прогрессивная такая прям вот сеть прямо сейчас находится в стадии разработки очень много чего на этот счет делать но мы про это говорить тоже не мы будем говорить про туннели для начала самый простой способ этот туннель айпи оверой пи который выглядит совершенно примитивно мы берем айпи пакет и засовываем в него айпи пакета а то есть оклеим на ногти клеим ногти вот это все значит зачем это делается ровно затем чтобы каким-то образом соблюсти одно из вот этих вот один из вот этих вот запросов удовлетворить значит все просто значит мы берем пакет запихиваем в него пакет и таким образом посылаем вот можем даже немножко раскрыть немножко раскрыть структуру этого пакета например засветить type of service чтобы короткие быстрые пакеты были более приоритетными а длинные или из длиннок только данных большие были не приоритетными иметь более медленно но и это уже как раз идет против задачи пассивно защита пассивного анализа где любой может подглядеть как ты дел с точки зрения линукс это довольно простая штука а вот сейчас мы запустим что-нибудь давайте сделаем 33 клик 3 машинки вот как обычно наша классическая структура значит клиент роутер сервер с выходом в интернет ой нет 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 это было все неправильно и это был неправильный то был неправильный заговор заболтался я в роутере у нас 2 2 сети внутренние совсем внутренние и в клиенте у нас только совсем внутренние сеть давайте еще разок значит роутер инфинец deep две сети вот и в клиенте внутренних вот получается такая красивая картинка она у меня тут где-то вот вот она так что мы делаем с что мы делаем сразу сделаем вот так вот вот что мы делаем на сервер на сервер мы делаем наш с вами классический выход в интернет без каких-то особых заморочек быть может быть может с время не быть может а точно с тем чтобы управлять иных тейбл сам не из систем дни тварды а самостоятельно потому что нам потребуется настройка более специфичные чем то что он может по умолчанию из коробки предложить системы давайте настроим сервера значит что там у нас внешняя сеть а вот короче нет ворк да что там у нас значит матч это у нас будет нам это h0 напоминаю кстати вы может быть из этого курса решили что в этом вашем линуксе сетевые интерфейсы всегда называются это h0 ничего подобного сетевые интерфейсы в линуксе могут называться абсолютно как угодно мы об этом говорили на одной самых первых лекций дело в том что сетевой интерфейс уже довольно долго понятие динамическое и может появляться исчезать и нумероваться соответственно в порядке появления все что хуже если у вас есть более одного сетевого интерфейса на компьютере непонятно в каком порядке они появятся зависит от каких-нибудь микроскопических тайм аутов поэтому давным-давно интерфейсы не называются этаж ноль этаж один и так далее а переименовываются но слава богу в здесь вместо ней можно было по можно поставить просто матчинг по мак адресу и будет все то же самое вот здесь вот привязать вот эту настройку не к названию интерфейса а к мак адресу просто так дольше а мне проще так чё там дхцп равняется он как-то так дать посмотрим нас примерчики были же прошлый раз дхцп ес ну мне кажется что он и есть это одно и то же но мало ли что там во значит что-то мне кого подсказывает что надо еще по настроить маршрутизацию по умолчанию а она приедет под дхцп ничего больше не на так теперь значит настроим внутренний маршрут ну скажем так 10 int нет . нетворк вот во внутреннем маршруте будет все примерно то же самое за одним маленьким исключением такая маленькая новая тема которую мы с вами а а почему-то вы обошли стороной и вот а между тем это довольно полезная штука значит и даже один нетворк так а что я сделал неправильно не ворки а скажем сделал да вот другое дело значит нетворк адрес 1011 давайте у нас будет один слэш 24 и вот здесь мы сразу заранее впишем вот такую штуку когда я говорил про новую немножко новую тему я говорил именно про нее спешим впишем вот такую штуку где она тут вот она значит пишем отдельно маршрутизатор на самую внутреннюю сеть помните мы руками его настраивали я говорил что существует такой протокол у спф который позволяет динамически в больших более более чем локальных сетях до сетях более крупных чем локальные но единственным администрированием пробрасывать динамические маршруты на топологически значимые места вот но мы до этого не добрались не одну нас пример по по спф и мы все делали руками помните руд от делали такой труд от можно сделать и с помощью систем д нетворк д примерно примерно таким же способом каким это делалось раньше оу отсутствие русских отсутствие вообще каких бы то ни было локали выглядит конечно забавно ну давайте так 10 220-24 это наша та сеть которая между клиентом маршрутизатором а маршрутизатором для нее будет работать естественно 10 1 1 2 вот а это собственный маршрутизатор вот примерно так это должно выглядеть сейчас давайте скажем ему рестарт я скажу ему рестарт систем ктл систем ктл системы ктл рестарт систем ктл д д д д жмок не торг ктл не сработал давайте попробуем сказать ревод опять не сработал может реконфигура а может быть джорнал у нас отсутствует ну давайте посмотрим чай сделал не так ничего я сделал не так а может реконфигурить давайте посмотрим реконфигурь это ошибка посмотрим что произошло блин ну и цвет а господи эти конфиг файлы оба разместил не в правильном месте молодец так и тц систем д д д д д лишь надо положить в нетворк а я чего и сделал вот сюда их надо положить но иногда бывает вот вот так идет аж 0 не запустился почему-то это никого не интересует почему этаж 0 не запустился но надо один начинается дубль 4 теперь-то заработает вот вот смотрите значит вот у нас всякие настройки приехали под их цепи можете зато по умолчанию приехал так цепи днс кстати приехал под их цепи на вот он а нет это он раньше приехал это у меня ошибочка в настройках ну да ладно значит ну да какие-то настроечки и вот это все чтобы днс приехал надо еще резолфд включить ну да ладно и так сойдет самое главное что я хотел в этом увидеть это вот этот наш маршрут вот он вот этот наш маршрут который мы добавили в настройки которая которая 50 а еще мы хотели сделать еще мы хотели сделать но этот самый над чтобы сделать над мы сделаем следующим и с во-первых system ктейль и ней был минус минус наук как его фамилия tnf tables вот это хороший годный сервис в нем по умолчанию простая табличка который ничего не делает вот вот она и мы сейчас в цепочку forward кажется а нет мы сейчас туда добавим свою собственную таблицу но это вот так вот сделаем даже даже не будем командами делать это nft просто чтобы бабы по быстренькому по быстренькому значит по быстренькому по быстренькому вот обратите внимание на то что я сделал я добавляю специальную табличку она приносится привешивается к пост рутинговому хуку то есть на выходе и на выходе если выход происходит через интерфейс этаж 0 и исходный пакет имеет в адрес сети 10 в начале а дальше что угодно спасибо антон да антон вот тут подсказывает извините что я не поглядел во время возможно я успел бы раньше если бы подглядел но неважно вот значит мы сейчас делаем маскарадинг то бишь над подыш трансляцию сетевых адресов для вообще всех пакетов у которых в начале стоит 10 и это будут пакеты из наших сетей внутренних и это будет пакет из нашего туннель поэтому оставляем это так как есть вот скажем ему restart вот здесь вот вот в результате у нас сейчас будет работать выход в интернет от нас вот он и поедине он должен работать например и из и из маршрутизатора маршрутизатор мы настроим совершенно традиционным образом он будет просто тупо маршрутизировать из пакета в пакет кстати нет не будет работать я забыл указать настройку которую включает айпи форвардом забыл устроить вот тут вот чё а ну да естественно нетворк 10 вот здесь надо было еще включить айпи форвард равняется с нет айпи в 4 кажется так это выглядит давайте подглядим это было здесь но тут написано с по-моему это вот этого достаточно давайте попробуем или старт только не на фтрейблс они торт 2 сейчас посмотрим форвардинг один да все вот теперь должно работать так то тем временем у нас загрузился наш роутер вот в этот роутер сейчас мы тоже настроим настраивать там в общем особо нечего это ценит систем д д нетворк значит у нас было 50 int нет нет work мой сделаем по красоте мы тороплюсь тороплюсь потому что хочу впихнуть как можно больше так давайте мы скажем прямо ему кат вот этому самому да где он там вот только здесь будет . 2 и мы скажем им еще great way great way 10 111 это нам задаст машину по умолчанию можем ради да ну и давайте попробуем теперь сохраним это не так давайте вот здесь вот сделала цепь сохраним это в настройку внутренней сети она будет называться 60 dip вот и поменяем там если бы я не знал дорогой мой компьютер о чем идет речь я по вас посчитал спамер но там тонн или что-то хороший мультфильм очень хороший мультфильм ивана максимова вот действительно действительно да значит это этаж 2 значит у нас здесь будет 22 а гитва и нам не нужно вот так а чё это такое вот это вот как вот это непонятно ну ладно system qt restart а мы как обычно мы забыли забыли указать указать форвардинг да айпи форвардинг да айпи форвардинг равняется айпи в 4 так вот вот как то он делает и зачем он так делает я не понимаю так system qt restart systemd systemd я сказал networkd service d ну так хватит ему давайте скажем network qtl посмотрим вроде все хорошо таблица маршрутизации шикарная форвардинг включен шикарно ну и наконец сейчас мы создаем клиента вот он сейчас у нас включится а пока мы создаем клиента давайте немножко отвлечемся от практики немножко по блаблаками а значит что мы будем сейчас делать мы сейчас будем просто добавлять устройство ну давайте посмотрим как это делать в редхате ручками мы идет чуть чуть проще будем делать будем добавлять соответствующее устройство помните как мы делали работу с фланами мы просто добавляли линк определенного типа который выковыривал из уже имеющегося интерфейса фрейм с влай найди да также здесь мы добавим линк который будет иметь тип айпи айпи и будет выковыривать из уже имеющегося интерфейса точнее не так из уже имеющихся интерфейсов их там в количестве будет выковыривать собственно айпи пакета из айпи пакет давать поскольку размер всего этого безобразия хейдер и всего остального фиксированный то мы вполне можем на уровне чисто интерфейсным посмотреть что у нас тип пакета айпи айпи посмотреть отмерить вот этот вот аутер хейдер и значит вместо него затолкать в наш виртуальный интерфейс затолкать собственно уже полученный петель значит да а потом мы будем рассказывать нашему айпи линку что на самом деле нас интересует только пакеты которые приходят от такого-то реального и пишет как такому-то реальному и пишет нику именно их надо выковыривать и получится у нас интерфейс из которого полезут интерфейс из которого полезут вот эти вот очищенные пакеты да у которых значит был отрезан транспортный нутка лэйр да как это айпи айпишный хедер вот ну а дальше значит мы с этим пакетом уже можем навешать интерфейс айпи адрес и вообще жить с ним как хотим значит вам методички редхата видите а пилинг андер а пилинг свет апель адр а ты так дальше вот мы чуть чуть более простым интерфейсом воспользуемся хотя это все то же самое можно было сделать а вот мы чуть чуть более простым интерфейсом воспользуемся в утилитах утилитах класса айпи рот чай делаю да шо ж такое то да ладно ладно вот выделите класса айпи рот есть просто утилит который называется айпи туннель вот этой самой пи туннель и мы и воспользуемся для начала конечно же настроим настроим нет и т.с. что внутреннюю сеть вернее самую внутреннюю вот эту да только у нас тут будет они даже не так сначала вот это а потом так красившим вот а потом собственно вот это только там нужно будет 2 вещь поменять первая вещь которую мы поменяем это интерфейс три вещи это интерфейс этаж 1 адрес соответственно 10 2 2 1 и еще гитвой маршрут помолчу 10222 мне кажется этого вполне достаточно вот вот может быть так она был исправится давайте посмотрим что у нас нет варка телью не только тель говорит что что то работает операут работает гитвой не работает что я сделал не так тебе я сделал хорошо а ну вот сейчас у нас даже должно работать по идее тогда у нас даже работает интернет и потому что мы все сделали как и раньше и вот сейчас мы будем протягивать туннель чик вида айпи айпи между вот этими двумя машинками у меня есть такое ощущение что один из видов туннеля я сегодня успею показать потому что медленно иду несмотря на то что тороплюсь но ничего как минимум два туннеля мы посмотрим поехали настраиваем на сервере айпи туннель а прям копипастим из лекций напоминаю что в этом месте надо указать настоящий айпишник клиента 10 2 2 1 а нашей айпи у нас да да нет 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 короче ладно луч Wassura Название IPIP, это одновременно ADLINK и REMOTE ADDRESS 10.2.2.1. Давайте проверим на всякий случай, но кажется это 10.2.2.1. Это 10.2.2.1. REMOTE ADDRESS, LOCAL ADDRESS, LOCAL 10.1.1.1. Обратите внимание на то, что при этом у нас получилось. У нас, во-первых, создался непрошенный нами интерфейс под названием TUNNEL0. И в этот TUNNEL0 по умолчанию ядро запихивает вообще все IPIP пакеты, которые она встретит на интерфейсах. Это такой собиратель всего. Мы из этого собирателя всего выковыриваем только IPIP пакеты, у которых источник и приемник вот такой. Значит, вот эта штука обеспечена драйвером ядра, а вот эта штука это уже, собственно, линк определенного типа из нее. Когда мы, например, этот интерфейс остановим, интерфейс дырочка HOLD пропадет, а вот интерфейс TUNNEL останется. И чтобы его удалить, надо просто модуль ядра выгрузить для тех, кто задается этим вопросом. Что значит BLAMBENOWN? BLAMBENOWN означает, что в данный момент, не в данный момент, а по конфигурации, которую мы выдали по умолчанию, этот туннель привязан вообще ко всем интерфейсам сразу. Он отовсюду будет выковыривать эти самые IPIP пакеты. Вот, но в принципе могли бы его приковырять, например, к интерфейсу ETH, какому там, 1, потому что он его именен. Но не будем сейчас экспериментировать, времени маловато. Вот, значит, это мы создали интерфейс. Теперь мы его поднимаем. Вот, видите, он поднялся. И он недавно. И теперь мы на него навешиваем, собственно, тут вот неправильно. Навешиваем с него, собственно, адрес. А, нет, тут правильно. Какой мы будем адресом? Скажем, 10, 10, 10, 1, slash 24. Вот. Мы объявили, что у нас существует дырочка между хостами 10, 1, 1, 1 и 10, 2, 2, 1. На эту дырочку мы навесили адрес 10, 10, 10, 1 и радуемся жизни. Выполняем все это же, все тоже безобразие, но на клиенте. На клиенте мы должны поменять местами слова remote и local. Здесь у нас будет local. Local, я сказал. А здесь у нас будет remote. Потом поднять этот интерфейс. И потом настроить на нем айпишник. Вот. Сейчас настроим на нем айпишник. Айпишник на нем настроим. Опять же, тем же самым способом, что и там. Только у нас, соответственно, будет адрес другой. Ну, скажем, 10, 10, 10, 2. Ну, или не 2, там, 5. У меня есть подозрение. Что все заработало. И мало того, вот у нас пинг. Давайте посмотрим, что мы наблюдаем в данный момент на роутере. На роутере мы наблюдаем какую-то неправильную штуку. Сейчас давайте посмотрим, насколько она неправильная. Или правильная. Или правильная. А, да, смотрите. Это нам роутер радостно расшифровывает наши айпи-айпи пакеты. Он говорит, смотрите, тут мимо пробегал айпи-айпи пакет. Я в него заглянула, а там внутри лежит вот такая вот штука. Но на самом деле, этот айпи-айпи пакет был вот такой. Он ушел от 2.2.1. Вот. Видите? Я очень долго старался подобрать опции TCP-дампа, чтобы он не расшифровывал пилот. Но у меня не получилось. Вот. Так что верьте мне. Речь идет о том, что... Давайте попробуем какую-нибудь другую картинку. Значит, нет кат минус L. Раз, два, три, четыре. Да. Нет кат Ну так, date Нет кат 10.1.1.1 10 10.1. Порт раз, два, три, четыре. Нет кат, я сказал. вот она сработала вот она сработала а вот я забыл здесь да я забыл здесь показать запустить давайте еще раз вот а вот она здесь как сработало значит вот он это айпи айпи пакет а там внутри на самом деле был те было tcp соединение вот он его расшифровал вот пожалуйста мы общаемся через туннель ради интереса мы можем даже запретить tcp соединения на маршрутизаторе давайте это сделаем это довольно забавно смотрите мы сейчас да ну соответственно соответственно не ткать яру какой-нибудь разумеется работает по-старому потому что маршрутизация то у нас только не вот разумеется работает он по-старому потому что маршрутизация у нас как была та самая через снаружи они через туннель так и осталось вот но давайте все-таки убедимся что туннель работает для этого мы включим enough tables на роутере и добавим туда вот такое правило давайте мы посмотрим как он выглядит вот нам нужно в цепочку forward который пересылает когда мы работаем маршрутизатором вставить правило которое запрещает значит руль и типа и нет в таблицу под названием фильтр название таблицы ничего не значит в цепочку под названием forward название цепочки тоже ничего не значит значит вот этот хук да эта цепочка привешена к хуку forward то есть к серединке нашего процесса обработки пакетов файл роли вот так вот к этой цепочки forward мы привешиваем правило под названием если встретишь айпи с протоколом tcp выбрасывает 20 мало том что он выбрасывается он еще ответит этому самому ответит отправителю port enrichable типа не туда ты куда-то пошел дорогой товаре и внезапно наш наш нет кат не показывает ничего потому что мы пока работаем через снаружи они через туннель и тут хорошо а чё хотим а мы хотим прокидывать весь трафик сквозь туннель давайте попробуем и тут мы встаем перед проблемой превращение старого маршрута в новый маршрут то есть вот у нас есть маршрут по умолчанию на клиенте и это 10222 у нас есть хороший годный туннель и мы хотим что весь трафик ходил через туннель ну что мы делаем ну мы говорим говорим айпи роут дел дефолт айпи роут от дефолт кто там у нас 10 10 10 1 посмотрите как хорошо и у нас весь все весь трафик будет ходить через значит наш туннель а через внешку не будет ничего ходить и нет как этот сам у нас должен заработать должен не работает почему он не работает да очень да очень простой ответ значит так наш маршрут наш маршрут устроен следующим образом теперь что все пакеты которые ходят между нашими компьютерами заворачиваются в туннель этот туннель установлен между хостом 10 2 2 1 нами и 10 111 нашим сервером и поэтому туннель уходят все пакеты внимание вопрос куда в какой интерфейс будет заручен пакет который предназначается серверу 10 111 смотрим тоже внутрь туннеля сам сам трафик айпи айпи то как будет ходить ответ никак что нужно для этого сделать ну например жестко прибить что для конкретного яндпоинта то бишь за 10 111 маршрут по умолчанию у нас не такой вот а именно не по умолчанию берется а какой есть айпи роут от 10 11 32 я какой у нас там раньше был 10 222 кажется 10 222 не 23 32 ну вот что теперь произойдет теперь когда мы захотим послать пакет в произвольное место про который мы не знаем маршрута будет выбор маршрут по умолчанию через дырочку а во второй раз когда мы захотим послать пакет собственно нет а когда мы захотим послать пакет конкретно на наш яндпоинт вот сюда мы будем знать что у нас есть гораздо более высокоприоритетный правило прям слэш 32 приоритетнее не бывает приоритет не только если мы с метриками играемся гораздо более высокоприоритетные правила и пакет придет сюда давайте проверим что все работает для начала все работает и давайте посмотрим что у нас творится при этом на на вот этом на нашем маршрутизации маршрутизаторе да но шутизаторе при этом у нас творится айпи оверопи вот пожалуйста смотрите вот он айпи 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 даже dns теперь работает через айпи айпи вот тут у нас он спросил начал спрашивать кто они все такие но все это упаковано внутрь айпи 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 про то вот так работает штук через туннель покей и это был рассказ про простейший туннель в действительности айпи айпи туннели применяется довольно редко айпи айпи туннели неудобны потому что нам нужно грубо говоря на сервере под каждый под каждого клиента заводить по интерфейсу вот такому потому что мы вынуждены писать каким собственно какой парой клиент сервер какой парой вот спирту первым и пользуемся для организации айпи айпи тунн поэтому чаще всего для такого рода панулирование используется не айпи айпи аль 2 т.п. вот про который я хотел сегодня рассказать но видите сразу предполагал что мы можем не успеть вот поэтому давайте просто поглядим на самом деле все что нужно знать димка димка когда не было маршрута до другого конца туннеля пакеты до другого конца туннеля засунулись сам туннель а а дальше не знаю куда они девались маршрута то не было возможно нет зацикливаться в ряды там наверняка есть защита от повторного вхождения вот значит разница между тем что мы смотрели айпи и л2 т.п. в вот этой буковке л2 л2 т.п. означает что мы будем пересылать заворачивать в айпи не айпи пакеты а левил два пакета на r2 ну скорее всего ethernet мы будем засовывать сразу ethernet из мы будем изображать полноценный интерфейс ethernet с некоторыми прибамбахами засовывать сразу в туда значит в айпи пакет целый ethernet фрейм и в таком виде это пересылать вот а да забыл сказать это важно забыл сказать обратите пожалуйста внимание вот на эту циферку у нас туннельчик наш имеет максимум максимум трансфер юнит размер максимального фрейма не 1500 как это обычного ethernet а 1480 то есть фреймики которые ходят через нашу дырочку в случае айпи и л2 т.п. тоже туннеля они меньше почему они меньше как почему вот поэтому они меньше вот из-за этого хейдера мы же засунули один фрейм в один пакет в один фрейм в этом одном пакете тверд 2 и пиха ядер вот на размера 2 и пиха ядер то она меньше вот и все значит l2 т.п. давайте сразу начнем с конца потому что времени у нас маловато я хочу про варгард еще рассказать как настраивается l2 т.п. точно также с той лишь разницей что в случае 2 т.п. статического л2 т.п. это отдельно вообще тема там специальный протокол обмена кредит шума вот это все случае статического л2 т.п. у нас есть не одно понятие туннель а два понятия туннель и сеанс мы устанавливаем туннель между двумя машинами по которым гоняются фреймы и устанавливаем конкретный сеанс это сеанс связи собственно между двумя машинами зачем так сделано чтобы на уровне самого верха на уровне того компьютера сервера на котором мы работаем у нас грубо говоря был ровно один интерфейс а все вот эти туннели сеансы были запихнуты в него чтобы не было бесконечного количества а на каждый на каждый на каждого клиента по паре по паре интерфейс вот а дальше там устройство такое значит вот это все можно тупо скопипастить себе в машинку я наверное это дам в домашнее задание раз я сам не успел это рассмотреть вот вы настраиваете туннель у него есть идентификатор самого туннеля причем с двух сторон и для разнообразия у нас там был l4 а для снообразия мы завернем наш трафик прямо в юдп то есть мы не будем ультре ним мы не будем запихивать его в айпи пакет мы будем запихивать его прям в юдпп до мы завернем наш трафик юди пиндорам и расскажем что у нас одна часть туннели слушать на порту 5000 другой на порту же итак для клиента идентификатор туннеля вернее для сервера и декады туннеля 3000 для клиента идентификатор того же самых туннелей 4000 так нумеруются просто концы значит сорт спорт клиент сервер слушать на порту 5000 клиент значит слушать на порту шесть внутри туннеля нашего трехтысячного мы добавляем сеанс связи ради как бы чтобы окончательно запутаться значит с нашей стороны номер сеанса ты еще со стороны клиента 2000 абсолютно такая же конфигурация только полностью симметричная со стороны клиента с его точки зрения идентификатор туннеля 4000 вот он идентификатор туннеля противоположной стороны 3000 это ip адреса до нашей адрес удаленный адрес реальные адреса между которыми устанавливается туннель тоже в обратном порядке дальше наш порт 6000 его порт 5 ну и та же самая фигня сеанс после чего у нас на двух машинах появляются ethernet интерфейсы которые абсолютно никак не настроены виртуальные которые по умолчанию называются вот так 25 лет l2tp ethernet 0 вот который вообще никак не настроены эти это делать не обязательно там и так все работает и этих никак не настроенные ethernet интерфейсы внезапно являются частью одной сети одного ethernet а если мы на них например навесим просто тупо ip адреса то по ним пойдет пинг вот все это я хотел рассказать но не успеваю вот хочу только дополнить что так обычно не делают потому что раз уж мы придумали вот эту кутирьму с не только перту пертуннелями но и сеансами внутренних это значит что с точки зрения сервера там будет один единственный интерфейс к которому будут стекаться в виде разных сеансов эти самые не стекаться в котором будут виде сеанса установлена соединение с клиентом одним вот мы можем таких интерфейсов наплодить в количестве и не настраивать на них айпи а связать их все в бридж и и заодно связать их бриджем еще с локальной сетью наш и получится прямо настоящая частная сеть то есть у меня на интерфейсе вот теперь с моей стороны да предположим это делаю на сервер вот такое бриджевание бриджевание на моей стороне с моей стороны появляется интерфейс вот теперь 0 на котором я вижу прямо айпишник и это айпишник прямо из ethernet а это айпишник прямо из ethernet а прямо из из ethernet а нашей сети вот той самой частной сети внутри которой мы работаем вот ну короче короче говоря вот ради этого все это и границ вот теперь наверное все то мы можем l2tp туннели все скласть в один единственный бридж из этом с этим бриджем уже работать этот брить может быть даже частью нашей локальной сети получается прям настоящая приватная сеть то есть наш интерфейс у клиента является одним из одной сетевой карточек прямо в эзернете за счет грубо говоря нашей компании собственно это и есть определение частной сети вот забыл я вписать определение кстати частной сети сюда значит частная сеть это такая организация сетевого пространства при которой интерфейс некоторый интерфейс сетевой вашего компьютера является частью некоторого общего некоторые общие локальные сети причем независимо от того где вы на самом деле своим компьютером на например нам осталось полчаса для того чтобы собственно поговорить про такую современную систему организации частных сетей который называется варгард для быстроты мы сразу воспользуемся настройками через систем д нетворк д который умеет до определенного места про это место мы с вами еще поговорим умеет до определенного места в варгард в принципе если посмотреть на арчевики как всегда спасибо ребятам из сообщества arch linux потому что у них самый пол полные и хорошие вики вот на арчевике написано как это настраивать отдельными командами отдельными командами самого варгарда вот вот они но мы с вами будем просто идти по более короткому пути между этими командами и теми конфигами которым мы сейчас будем делать полное соответствие то есть никакого чудодейства в коробке пока что нету про чудо действия в коробке в самом конце расскажу неприятную новость ну или приятную кому как вот а мы с вами значит попробуем попробуем настроить это сразу чистим до не только для начала мы конечно уберем интерфейсы наши эти которые мы настроили которые мы настроили с помощью с помощью туннеля так здесь перегрузимся и здесь перегрузить пока ну там перегружается поговорим про то а что такое варгард на самом деле идея абсолютно та же самая совершенно прозрачная у нас есть у дп в этот у дп мы заворачиваем какие-то пакет с каким-то проводом шлем все эти у дп пакета на сервер и пользуясь тем что в юдп этот аграми есть поле адрес отправителя получаем ответы и порт отправителя главное на тот самый порт получаем ответы а что там внутри никого не волнует вот это самое никого не волнует мы прикручиваем к специальному сетевому интерфейсу и в отличие от ситуации когда у нас ай пи пи туннель был не шифрованный и там умел прям заглядывать внутрь и прям показывает а что же там за трафик ходит разумеется намазать вокруг этого еще какой шифровать шифрование нынче в моде закрыл по асимметричному ключу вот опять таки мы пропустили лекцию про эту штуку смотрите мы возможно в прошлом году мы когда говорим по ссх или прошлом семестре это было вот то есть для установления соединения с помощью wireguard нужно чтобы существовало между двумя хостами существовало две пары вот таких ключей ключ открытый сервера ключ закрытый сервер ключ открытый клиента ключ закрытый клиента собственно раздача настроек варгарда как раз заключается в том чтобы рассказать клиенту какой у нее закрытый открытый ключ какой не айпишник ну и сетевые настройки вот варгард очень быстро развивается есть клиенты по всевозможной архитектуры там под android под под винду под макойс поэтому вот модная штука пока но там перегрузилась уже я думаю вот пока но там перегрузилась да ладно тебе давайте проверим что все работает я думаю что все работает нет люди жалуются вот этот форвард иногда равен нулю но вроде нет да вроде как вся настройка осталась давайте мы на роутере выключим инвтей был чтобы сначала работала все вот и здесь все все как все как у людей все наши настройки которые мы засунули в системе нет орды остались а все что мы сделали руками когда делали айпи айпи туннель естественно пропал ну что давайте начнем с настройки сервера как я уже говорил нужно сгенерировать пару закрытый открытый ключ напоминаю закрытый ключ никому не показывают только вам да тут глеб делает важное замечание что разумеется асимметричное шифрование как вычислить очень тяжелое не используется для собственно а сокрытие по его на а на основании вот этих самых пар генерируется временный сеансовый уже симметричный ключ и им все и шифруется вот потому что так намного быстрее и потому что так вплоть до того что там можно задействовать нельзя процессор у которого есть соответствующие инструкции которые имеют md5 но мы с вами поскольку все в тестовом режиме мы с вами будем видеть и открытый и закрытый ключ редкая ситуация когда закрытый ключ будет видят вот для генерации закрытого ключа существует утилит который называется в варгард генки она генерит про меня вполне себе произвольный ключ вот для того чтобы еще и открытый ключ от нее получить надо вот эту штуку подать на вход той же самой варгард и сказать сделай из нее открытый ключ вот но поскольку нам лень мы делаем вот такой вот нет димка димка на каком бы уровне у вас не работал тяжелый вычислительный алгоритм он тяжелый так что нет закрыт от самой асимметричное шифрование реально там используется перемножение сто пятьсот значных чисел взаимно простых нет это тяжелый алгоритм значит да вот такой лайфхак который позволяет одновременно вывести на экраны закрытый открытый ключ сначала закрытый потом открытый вот и мы все это безобразие будем использовать в за счет настройках значит что делаем сначала создаем специальное устройство сначала создаем специальное устройство напоминаю что стенденит оркд умеет не только настраивать сеть но и создавать устройство мы могли все наши в ланы и айпи пи туннели и все остальное создать с помощью файла под названием . нет дев ну вот настала пора создать такой файл да обратите внимание на размер ключа это конечно же не rsa rsa был бы на 4 5 строчек 6 7 8 это эллиптический ключ но он гораздо меньше по размеру но все равно тяжелый смысле смысле о времени вычислительной сложности его изготовления так значит агитации нетворк дм нет системы нетворк но допустим 7070 что там варгард . нет дев файл типа нет дев это файл в котором мы описываем какие устройства надо создавать вот давайте прям скопи пастим из шпаргалки нашей чтобы было видно значит секция нет дев в этой секции мы говорим мы равняется ну скажем в г 0 или варгард неважно это имя интерфейса имя интерфейса который мы сейчас создадим для этого собственно существует файл типа нет дев тип варгард теперь настройки самого аргарда это сервер сервер у нас будет слушать на каком-то порту ну скажем 51 820 не знаю откуда он взялся пускай будет здесь должен быть приватный ключ вот этот приватный ключ мы с вами только что сгенерировали вот он но мы его уже не сгенерировали давайте тогда вот так сделаем а вот это открытый ключ который нам вообще не нужен мы его здесь запасем потому что он нам понадобится для публикации на клиенте в действительности не очень хорошая тема кладь приватный ключ в открытом виде в конфигурационный файл и мы сейчас когда запустим варгард он нас попросит хотя бы защитить его защитить его от значит чтение кем угодно а то ведь любой человек может открыть сейчас посмотреть но это чуть позже теперь значит описываем клиентов их может быть сколько угодно а пишем для начала только один нам иначе нам иначе просто не успеть допущенные адреса ну скажем наша внутренняя сеть обратите внимание что диапазон какой угодно например вот такой паблики клиента а мы его еще не сгенерировали пока что неизвестно какой вот и это собственно все сейчас мы сгенерируем такую же в точности штуку для клиента сгенерируем ему открытый закрытый ключ вот сгенерируем ему открытый закрытый ключ и этот открытый ключ вот сюда впишем клиент здравствуй клиент та же самая история то есть прям вот прям вот совсем та же самая напоминаю что это не нетворк файл а нет дев файл в котором мы определяем как устройство создавать давайте посмотрим разницу на клиенте та же самая та же самая та же самая а тут чуть больше нет вся та же самая фигня отлично значит мы можем просто тупо копипастить единственное что в чем будет разница это вот вон а а чё сделал не так вот значит единственная разница стоит в том что никакого listen порт конечно тут нету мы его не слушаем мы не сервер вот здесь у нас соответственно будет в качестве публичного ключа нашего абонента у нас будет вот эта вот штука наш приватный ключ мы сейчас генерируем вот он наш публичный ключ мы оттащим сейчас на сервер кстати давайте прямо сейчас оттащим а то забудем еще по моему надо указать где-то end point да надо указать к какому собственно серверу ходить end point in point in point не вижу а это не вот in point это там же где лайград пир здесь собственно написано что мы ходим к нашему серверу какой у него айпишник давайте вспомним то ли один то ли два я все время забываю один вот вот так устроена наши интерфейсы те которые будет варгард создавать если я не ошибся то все это должно должно сейчас заработать это клиент это сервер обменялись айпишниками обменялись ключами end point для клиента указали сеть внутри которой будем выдавать айпишники выбрали мне кажется что этого достаточно и надо еще файл сетевой да значит 70 вг нет work нам же сеть надо настраивать тут все все просто нет work выглядит так матч по имени интерфейса который мы только что создали name равняется в игре до адрес нет work настройка не торг какая угодно понятное дело мы с вами находимся в теперь у нас руки связаны развязан нас есть варгард интерфейс что хотим то и пишем ну допустим 128 1 это у нас сервер вот и абсолютно такая же картина на клиенте на клиенте сейчас сделаем напоминаю что это уже нет work файл в котором в котором мы описываем собственно как айпишники будут разложены только здесь допустим не знаю 7 если я все сделал правильно после этого момента должен запуститься прям таки варгард так очень похожая картина обратите внимание да у нас есть интерфейс на этом интерфейсе есть айпи адрес этот интерфейс как-то вот утилит в вг нам говорится как этот интерфейс настроен какой он есть вот его ключик вот его в этот самый приватный ключик не рассказывает то что мы его пропалили в этом самом в настройках это печаль так сказать давайте посмотрим как он ругается на это учету не ругается у меня вот вот он ругается смотрите нет дев вот этот файл содержит приватный ключ а доступ к нему для всех на чтение есть поскольку у нас поскольку у нас по системе network запускается с правами пользователей системы network то нужно этот файл сделать таким образом чтобы он был доступен на чтение пользователя системы network но не был доступен на чтение обычным пользователем вот мы сейчас это с вашего позволить делать не будем времени мало но linuxовые знатоки знают что мы сейчас сделали некоторую не некоторую нехороший 100 вот вот так чел а давайте бинг скажем ping ггг-гг-100 чистого 2 111 1 так что то я не сделал а что я не сделал я забыл я на это уже наталкивался в прошлый раз давайте посмотрим что я не сделал а стойте надо стать надо поправить эту штуку блин я вот сказал что не буду это делать надо это делать чмот cgrp да и tc систем д д д д цгрп систем тем д нетворк нетворк сколько там 70 нет дев и соответственно чмот минус r ну или там ну да что 40 тороплюсь тороплюсь потому что у нас еще одна тема но ладно так вроде ничего давайте здесь такую штуку сделаем значит cgrp систем д нетворк и чмот 640 значит идея в том что идея в том что у нас вроде бы все равно анри чего да блин что я делал неправильно порт я забыл указать тупой доцент тупой ну и недоцент да молодец молодец говорила я что нужен порт говорил да говорил тадам it works обратите внимание что теперь наш tcp дамп на роутере не может ничего шифровать он говорит у вас тут у дп ходит туда-сюда 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 вот вот мы настроили варгард мы настроили варгард по простой методически через систем д нетворк д разница с настройкой ручками в общем невелика конфиде у самого варгарда примерно такие же единственная работа от которой мы себя слегка обезопасили это вот вот это вот 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 это вот 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 это да значит собственно давайте пока с пингом то завяжем а нет с пидампом не завяжем с пингом занят тем не менее никакой маршрутизации через этот туннель не происходит так же как в прошлый раз ой как интересно надо бы сходить на этот сайтик что это за сайтик в тп шаре 1 значит когда мы заходим на этот самый яру у нас маршрут по умолчанию разумеется ведет разумеется ведет просто не в туннель а в обычную штуку вот и поэтому он не пошел в туннель и мы спотыкаемся старую добрую проблему перед направлении пакетов в туннель всех пакетов в туннель кроме тех пакетов а которые составляют сам туннель потому что и пакета который составляет сам туннель не надо перенаправлять в туннель пакета проблем на самом деле чуть более сложная а вот которая значит ну главная проблема состоит в том чтобы end point пакеты предназначены для им по это уже инкапсулированы в туннель разумеется не попадаю самый простой случай да в общем довольно довольно несложная вещь ну во первых у нас должен работать ну как бы чтобы выход в интернет работал через эту штуку у нас там с той стороны должен над уметь и то и другое у нас умеет нет не умеет кстати не умеет у нас теперь частный подсеть это вот эта вот фигня поэтому мы должны поправить на сервере nftables вот сюда вот засандалить еще второй блок адресов сделаем множество это чтобы у нас вот эти пакетики тоже начались при выходе вот дальше чем мы делаем на клиенте значит на клиенте нам нужно разгулить ситуацию нам нужно вместо маршрута по умолчанию маршрута по умолчанию вот здесь вместо маршрута по умолчанию оформить маршрут исключительно для нашего генд поинта это в идеале потому что тогда он точно никем не перебьется ну или для целой группы сети значит в нашем нашем случае все просто мы можем просто взять группу сети написать что-то типа destination равняется а собственно зачем пускай будет пускай будет прямо прямо вот 10 1 вот тем самым мы сделаем маршрут по умолчанию до нашего день поинта очень четко прибитого гвоздиками к значит нашей локалки ну или по крайней мере к настоящему интернету и это значит что все инкапсулированные пакеты у которых янг поинт у которых янг поинт это у которых янг поинт это 10 111 будут посылаться по обычному интернету а также все остальные тоже но нам этого достаточно вот а вот маршрут по умолчанию мы при этом прибьем вот сюда башут по умолчанию мы при этом прибьем вот сюда и это наш собственный инпоинт тот которым мы общаемся он обещал нам что будет на можете за таром вот я думаю что вот этого будет достаточно давайте сделаем без так итак маршрут по умолчанию через туннель но маршрут до инпоинта прибит гвоздиками через соседний маршрутизатор дальше все как обычно проверяем как у нас с яруу не работает яру а да нет все родимом так проверяем тик крипит и былс руль и сет вроде должно пробуем а ну нет не то это это вг это роутер вг что ты ну крутил ну давайте разбираться с этим нтп 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 пин работает давайте ну и все поменяем до нормальной то вдруг где-то adrenfo все равно что я сделал не так не понимаю вот он даже так смотрим вроде все нормально default view о это рутер там что-то с dns не то сейчас я расступлюсь и будет все хорошо дело в том что когда я готовился к ленце я сделал более сложную конфигурацию у меня на им сервер работал на клиенте на с той стороны вот а тут что-то у меня он не работает цивилизов он это роутер поле я точку ну я рута для нас не работает но хорошо 8888 ага все я вспомнил спасибо жалко глеб мне не подсказал смотрите мне варгард ругается что я хочу выйти на получить доступ к такому адресу которого я вообще говоря собственноручно запретил все сейчас все сделаем я вас вторично запретила тут теперь значит внезапно 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 хочу вырваться за пределы смотрите это роутер тороплюсь сервер вот не здесь а вот здесь нет я жизнь написал какой какой у меня диапазон адресов разрешен передавать по варгарду какой диапазон да только нашу частную сеть можно передавать да это был к настройка для включения в частную сеть если мы хотим чтобы другой конец нашего в п на нам выдавал весь интернет то надо сюда написать весь интернет вот какая ерунда здесь такая штука и здесь такая штука не здесь недель вот а вот айпиз надо же написать чтобы это были все адреса в интернете они только наш частный сеть ну вот другое дело вот причем обратите внимание на то что все теперь у нас ходит через через наш этот самый вот они вот они эти удп пакеты между клиентом и сервером внутри которых шифрование поэтому заглянуть мы туда не можем мы 5 или мы просто в настройках варгарда запретили хождение иных пакетов кроме как из нашего из нашей частной сети ничего удивительного что попытка заглянуть куда-нибудь в яндекс или куда-нибудь еще оканчивалась не успехом вот с вашего позволения я потрачу еще семь минут на общие разговоры во первых вы уже поняли что вот эта ситуация с маршрутом внутри маршрута а это самая простая из возможных ситуации не равен час у вас айпишник меняется маршрут по умолчанию меняется чтобы при включении вашего vpn а этот маршрут менялся туда а при выключении менялся обратно нужно делать какую-то логику эта логика должна запоминать старый маршрут по умолчанию потом вспоминать этот старый маршрут по умолчанию анализировать и подсовывать его в качестве маршрута до яндпоинта все это не входит ни в какие протоколы все это некоторая логика эта логика например реализована штукой под названием vg quick вот она но это такой довольно адовый адовый скрипт на шеле вот с такими всякими командочками и если в нашем случае мы мы смогли просто статической настройкой это дело компенсировать то в случае по умолчанию приходится пользоваться всякими интересными рецептами например фаерволом раскрашивать пакеты раскрашивать фаерволом пакеты которые пришли из вайргарда и на этом основании значит их маршрутизировать остальные нет ну в общем такое никакого разумного без практики просто нет приходится описать какие-то скрипты которые анализируют текущую ситуацию пытаются как-то из нее вывернуться универсального решения тоже нет все еще хуже пока мы тут с вами разговаривали вышел новый систем d 2 2 2 50 который при настройке вайргарда умеет находить конструкцию 0 0 0 в а вот айпис и включать какую-то магию на эту тему собственную соответственно пример из арча больше не работают вас там значит надо смотреть документацию по штуке которая называется road table она что-то такое включает как обычно это для систем д скорее всего этим можно будет пользоваться и она упростит работу но про это надо знать потому что вот очередная плюшка вот это просто имейте ввиду значит тут была история про russian vpn давайте я все-таки расскажу не удержусь значит когда-то давно тому назад компания как карбина телеком внезапно стала заниматься скупкой всевозможных домовых сетей и организации большого информационного пространства внутри себя это нынешние там я уже не помню кто и кто там сейчас мгтс до этого был белая не помню в результате совокупное большая пространство мелких сетей карбины как телеком выглядела как какие-то прибитые гвоздиками айпи адреса для локальных сетей один большой l2 т.п. провайдер туннелей через которые выдается интернет и дальше выходили в интернет в результате получалась такая картина вот у вас есть много разных сетей локальных маленькие локальные сеточки они как-то друг с другом связаны и вот ваш компьютер находится в вашей локальной сети вот а для того чтобы выйти в интернет ему нужно подключиться к l2 tp провайдеру который находится вот здесь он этот l2 tp провайдер выдаст ему настройку туннеля после чего все пакетики заворачиваются в туннель вот ну и ходят как и ходят как им полагается ходить несчастные маршрутизаторы типа длинка и всего остального в этот момент отваливались почему потому что дефолт роут идет сюда а ваш l2 tp провайдер ваша локальной сети недоступен никакой информации о том по какому маршруту нужно отправить ваш l2 tp затонулированный пакет чтобы он пришел вот сюда просто нет такая же фигня с dns потому что он здесь же лежит такая же фигня со всякой файлы помойкой вообще всеми важными ресурсами вы добавляете на своем на свой маршрут добавляете добавляете туннель все пакеты ходят через туннель то место туннель point которому выходите по умолчанию недоступно почему так вообще было дело в том что в windows и был какой-то хак который при такой штуке выковыривал сведения о старом этом самом со старой настройки по умолчанию и значит вковырил его вот так же как мы это сделали вковырил дефолт рот прибит при прибивала его гвоздиками к рот на на end point превращал в ротный по 3 привал гвоздиками в минусе был просто такой хак а вот народ в сети в чатиках стал просто обмениваться огромным количеством всех возможных вот этих серверов которые статически вы бывают вбивали в роутинг таблицы тогда все конечно работаю компания длинг выпустила специальную прошивку маршрутизаторов длинковских мыль домашних в которой был кнопочка russian vpn вы нажимали кнопочку russian vpn в результате там запускался шелл скрипт аналогичный тому о котором мы говорили вот этому варгард к вега квику который ровно делал то же самое этот хак воспроизводил но уже нашели то есть при подключении к l2tp хосту при нажатой галочке russian vpn происходила проверка какой был маршрут по умолчанию и прибивался маршрут по умолчанию к этому l2tp провайдеру смысле прибывался четкий маршрут слэш 32 к этому l2tp провайдера так же как это мы сделали а маршрут по умолчанию заталкивался в туннель russian vpn такая вот картина жалко что мало времени можно было более интересно это описать и последние буквально несколько минут простите то что я о чем не рассказал во первых конечно и писек упомянутый мной вначале это был все нулевые десятые годы самый главный способ туннелирования и организации частных сетей только он очень сложный вот это все стандарты которые нарисовывают это только стандарты которые он реализовал овердизайн у ты изначально идея писека была такая давайте шифровать только пилот айпи пакетов а все остальное там тип сервиса ну короче все что заголовки оставить не шифрованными оказалось что эта идея дохлая во первых потому что это security league а во вторых потому что все равно даже над не работает в таком случае ну потому что над то нужно залезть и сети соединения до его нету или в айсин пи этот самый идентификатор внутрь пакета а там у вас шифр короче это не заработал тогда они изобрели обычный туннелированный режим вот но туннел режим такой же как у всех только сложный я настраивала писек несколько раз жизни у меня получалось но это сложно если не в варгард топов п п п п п п п очень очень серьезный очень исторически так сказать давний отлично работающий проект вот у которого есть очень много всего помимо того что на базовом уровне есть варгарды вот значится и довольно долго именно openvpn был главным провайдером и главным инструментом организации частных сетей да и сейчас в общем является вот просто для того чтобы его поставить надо поставить дистрибутив openvpn надо генерировать специальные сертификаты эти сертификаты раздавать ну и тогда ну и тысячи всяких нас тысячи всяких упражнений поверх варгарда типа того что мы посмотрели на этом самом системе нетворк д нет линк в этом самом в арче имеет или нет что-то там свой вариант еще свой вариант а есть даже целый целый специальный инструмент который значит более верхнеуровневый для управления варгардовскими штуками интересно на чем он написан на расти он написан сейчас многие такие штуки пишут на расти вот да тут вот написано что он на расти вот но на самом деле их очень много до поверх варгарда сейчас крутится очень много всяких оболочек потому что он кросс платформе все братцы я 15 минут ваших выил потому что тупил немножко и все такое вот народ уже прям чатится в чатике вместо того чтобы задавать вопросы так что видимо вопросов больше нету если вопросов больше нету то всем спасибо дорогой мой компьютер пожалуйста поменьше высказывание вне темы лекции это отвлекает и начинаешь думать не над тем над чем следует думать спасибо так уже пошли благодарности спасибо вам за за отзывы вот и тогда давайте надеяться на лучшее до новых встреч у нас похоже следующая лекция в межмайские праздники в межмайских праздников состоится вот все вопросы в чате да все всего доброго спасибо и до новых встреч давайте надеяться на лучшее